После выхода моего последнего ролика о том, как я обхитрил Яндекс и разных пересборщиков, я получил огромное количество поддержки и приятных комментариев, за что хочу сказать вам спасибо. Ведь мне очень было приятно их читать и особенно наблюдать за ростом моего YouTube и Telegram канала. В конце этого же ролика я говорил, что могу снять ролик о своих сборках, если вам это интересно. И ответ не заставил долго себя ждать, поэтому приступим. Я знаю, что понятие сборок популярно в суперсовременном хеймерском контексте. И на суперигровую сборку, в котором у вас будет миллиард FPS, я к большому сожалению претендовать не стану. К слову, RevioS и прочие популярные решения это всего лишь так называемый маркетинговый ход, в котором колоссального прироста у вас тоже не будет. Но вот невозможно сделать сборку Windows, в которой в играх будет много FPS, если у вас железо старшей пуговки из папиных дочек. С этим придется смириться. Для меня цель и в целом смысл создания сборок это удобство, простота и экономия как можно больше времени. Заранее хочу сказать, что на абсолютно всех сборках у меня изменения те же. Можно сказать, что у меня прям экосистема. Я все буду рассказывать на примере Windows 11, но все изменения касаются и Windows 10. Я считаю, что самое первое дело, которое должно быть в сборках, это обновления. Поэтому в моей macOS 11 интегрированы самые последние обновления по сегодняшний день. Также в абсолютно всех моих сборках присутствует выбор языка между английской и русской системой. А еще в сборке macOS 11 отключена проверка на железо. Поэтому если у вас процессор около 2012 года, можете смело пробовать Windows 11. Абсолютно в каждой сборке вас будет встречать моя собственная первоначальная настройка, которая заменит то самое бесячее OOBE, которое задает миллион ненужных вопросов и обязует зайти в Microsoft аккаунт и подключить интернет, что на многих устройствах вызывает проблемы. В моем вам всего лишь нужно ввести имя пользователя. И все. После перезагрузки вас встретит выбор параметров конфиденциальности, а затем снова мое OOBE, но на этот раз с выбором региона системы, твиков и настроек. Хотелось бы подметить, что ради удобства на этапе выбора региона, macOS сначала отображает только три пункта. Но их можно раскрыть и выбрать, к примеру, Казахстан или Беларусь. Далее нас встречает страничка с твиками и автонастройкой. Среди них можно включить старое контекстное меню, отображать скрытые файлы, расширение файлов, открывать этот ПК вместо быстрого доступа, отображать этот компьютер на рабочем столе, отключить сжатие обоев рабочего стола, включить буфер обмена, отключить залипание клавиш, задержку контекстного меню, контроль учетных записей и даже изначально приостановить службу центра обновлений, что может быть полезно для слабых устройств. В общем, я сделал максимально комфортную автонастройку системы, которая будет полезна абсолютно каждому пользователю. Буквально то, что делает пользователь, уже готово в macOS. Перед тем, как начать использование системы, вы можете перейти в единственную программку под названием macOS. Это можно сказать микролаунчер, в котором вы сможете отключить всеми ненавистный Windows Defender без какого-либо риска для системы, применить сжатие системы, которая сократит ее вес на разделе до двух раз, вернуть полностью всю телеметрию, а также разблокировать обновления до Windows 11 и 24H2. И тут мы пришли к самому интересному. В моей macOS 11 отключено автообновление системы. Вы не увидите неожиданный диалог обновления, который продлится пару часов. И тем более, ваша система не обновится на проблемную 23H2 или 24H2. Поэтому я полностью гарантирую, что на особом ПК у вас не будет проблем. Вон даже у меня на 23H2 и 24H2 были большие проблемы, хотя у меня ноутбук 2022 года. У меня про это выходил отдельный ролик. Ладно, вернемся к сборке. В моих сборках удалены практически все EVP-приложения. Если вкратце, я оставляю только калькулятор и блокнот. А если подробнее, то я удаляю Microsoft Новости, Погоду, Диктофон, Клипчамп, Стикиноутс, Microsoft Family, Outlook, DevHome, OneDrive, Windows Mixed Reality, Quick Assist и Skype. В общем, как вы могли заметить, только то, что бесит. И вы все равно после установки чистой системы сами бы это удаляли. К тому же, по желанию, все это можно скачать обратно из Microsoft Store. Кстати, в моих сборках нет каких-либо анимешных и странных обоев. Поэтому никто не заметит, что стоит какая-то там сборка. Потому что macOS внешне никак не отличается от оригинальной системы. Ну и куда же без совместимости старых игр? В моих сборках по умолчению включен компонент DirectPlay, который требуется для запуска старых игр. А также Net Framework версии 2.0, 3.0 и 3.5. Одна из важнейших библиотек от Microsoft, которую по каким-то причинам даже в 24-м году до сих пор не включают изначально. Поэтому я всегда исправляю эту ситуацию. А ещё, знаете в чём ирония? Я, конечно, не считаюсь игровым сборщиком как флебустер, но у меня в отличие от него работает Valorant, Ведьмак, Ларочка, Resident Evil и прочие игры. У меня с 2022 года была мечта сделать анонимную сборку Windows без какой-либо слежки от Microsoft. И благодаря моему другу я смог это реализовать. В моей macOS был проделан огромный ряд изменений телеметрии. Сейчас будет много душноты, но я думаю вы поймёте, что в macOS вебку можно уже не заклеивать. Была запрещена диагностика установленных приложений, публикация активности пользователя, сбор информации о пользователе, сбор информации об устройстве пользователя, автоматический вход в OneDrive, сбор информации о производительности системы, экспериментирование над системой пользователя, отключена проверка сведений о сбоях приложений при их зависании, отключена отправка результатов поиска пользователя, и какая-либо активация управления голосом. За счёт этого macOS потребляет на несколько сотен мегабайт меньше. Обе системы потребляют около 1300 мегабайт ОЗУ, что зачастую намного меньше, чем оригинальный Windows. Что это, если не счастье? Потребление ОЗУ в моей сборке можно ещё уменьшить, отключив Windows Defender в специальной программе, про которую я говорил ранее. И я считаю это за огромный плюс, потому что он постоянно втихаря удаляет какие-то файлы, и с нередким шансом даже не даёт их восстановить. Но, если вы считаете обратное, я устроил вопрос в своём Телеграм-канале. Для меня действительно важно мнение моих пользователей и подписчиков. Именно вы можете помочь мне сделать сборки лучше. Ссылка будет в описании. В macOS 11 перенажатие ПКМ по приложению на панели задач, я по умолчанию добавил кнопку «Завершить процесс». Отключён также компонент «Content Delivery Manager», который отвечает за предустановку рекламы в системе после каких-либо обновлений. Поэтому никакую неожиданную Яндекс.Музыку или Майкросоциалитёру в моих сборках вы не увидите. Ну а ещё, в качестве эксперимента в macOS 11 отключён HP AT таймер. Этот таймер абсолютно не важен для системы и, предположительно, нагружает её. И после его отключения должен быть прирост FPS в играх. Теперь отвечу на популярные и возможные вопросы. Да, проверка на Яндекс есть. Но никакую плашку вы уж точно не увидите, если скачаете сборку из моего сайта. Я не настолько диктатор, поэтому, если вы действительно захотите поставить Яндекс именно вручную, он у вас никуда не денется. Проверка на Яндекс была сделана именно для того, чтобы предустановленный браузер был удалён. А давайте так. Если этот ролик наберёт хотя бы 1000 лайков, я сделаю антивирус, который будет иметь огромную базу и выпиливать вирусных софт и мусор из системы. Можете даже в комментариях предложить какой. В сборке нет какого-либо предустановленного софта. Никакой слежки или даже скрытых изменений в сборке нет. Подробное о сборках вы можете почитать на моём сайте. Центр обновления в системе полностью рабочий. Он не сломается через пару месяцев, потому что никакие системные компоненты вырезаны не были. Копайлот, Майкрософт Стор и прочие компоненты я тоже не трогал. Они полностью исправно работают. На этом у меня всё. Скачать сборку можно на моём сайте, ссылка будет в закреплённом комментарии. Если вам понравился ролик или сборочки, буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Меня, кстати, на рутрекере по итогу забанили, и пока особо не ясно, как будут с ним обстоять дела, поэтому в описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Именно там я публикую новости обо всех обновлениях сборок, сайта и разные новости о канале. Желаю всем удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok